Спасибо, коллега! Итак, до главного футбольного пиршества осталось чуть меньше суток. Это, конечно же, о чемпионате мира. Более пристальное внимание болельщики с Алтая наверняка уделят еще одному нашему земляку, тоже Александру, только Ерохину. Александр вместе с партнерами по команде провел заключительные тренировки по мносковной базе в Новогорске. Уж сегодня будут разминаться в Лужниках. Говорят, что все в строю. Нет ни травм, ни микротравм, ни повреждений. Игроки признаются, что волнения до сих пор не ощущается. В преддверии Мундиаля местные спортивные сайты опубликовали целую серию материалов про нашего мальчика. В том числе и федеральные. Так мыслями Барнаулец поделился с корреспондентами ТАСС. Игрок заявил, что сейчас в команде есть хороший сплав молодости и опыта. Речь идет о футболистах, которые ровно 10 лет назад вместе взяли бронзу на чемпионате Европы. Ровно точно такую же награду, как и гонщик из краевой столицы Алексей Калашников, который выстрелил во время чемпионата России по драгрейсингу. Результат 8,7 секунды. За это время Барнаулец преодолел 402 метра, оборудованные в Нижегородской области. Впрочем, еще бы. Только представьте, под капотом автомобиля скрывается 1000 лошадей. Увидеть в деле Алексея любители этого вида спорта с Алтая смогут уже 30 июня. Место встречи – аэродром Панфилова. Пока же третье место. На этом у меня все. Эти две небольшие минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Эстафетную палочку передаю вновь в студию. Оле, 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 Россия вперед! Александр Ирохин, привет тебе с Алтая!